Использование дерева при изготовлении бондарных изделий – тема практического семинара, который прошел в селе Казаклея Чедролунского района. Организатором выступил Центр Диалог при финансовой поддержке Национального агентства развития села. Уникальность мероприятия в том, что организаторы пытаются возродить бондарное ремесло. Мы пригласили людей со всего региона, чтобы они могли обучиться, перенять опыт, обменяться опытом работы в таком уникальном сегодня ремесле, как бондарное дело. Недаром сегодня участники семинара говорили о том, что сегодня бондарное ремесло можно отнести к народным ремеслам. И для того, чтобы сохранить этот уникальный вид ремесел, мы проводим сегодняшние и последующие наши мероприятия. Участники семинара – бондарь и плотники, народные мастера Гагаузии, преподаватели и учащиеся профессиональных училищ. Для демонстрации базовых и начальных моментов изготовления бочек и необходимых для работы инструментов был организован выезд в хозяйство Гайдаржи Ильи. Мастера бондарного дела. Я считаю, что я продолжаю жизнь своего деда. Я его никогда не видел. Он тоже был бондарем? Да, он был бондарем. Я его никогда не видел, но все рассказывают, какой мастер он был. Я просто поставил цель, чтобы быть как дед. Представитель села Твардица Петр Главчев считает, что терпение и спокойствие – критерии, необходимые для плодотворной работы. Спокойствие – самое главное. Надо, чтобы он… Там очень кропотливая работа, такая трудоемкая работа. Там действительно, чтобы человек начал свое дело, чтобы действительно он закончил его до конца. Интересно видеть свой плод труда. Когда из какой-то доски, обыкновенной доски и куска железа, и делаешь такую посуду, чтобы она держала именно продукты, питание. Специалист в области виноделия Михаил Белиоглов выразил озабоченность в том, что сегодня крупные виноделы пошли по ускоренному процессу созревания вина искусственным путем. Сегодня мы здесь собрались на семинар, чтобы вспомнить, как производили вино наши деды, прадеды. И может быть, уже как бы не на винзаводах, а в частном секторе, в частном производстве, начать возрождать именно производство натуральных вин с выдержкой, долголетней выдержкой дубовой тары. У сельского населения бондарные изделия пользуются спросом в домашнем хозяйстве. Крестьяне в них держат соленья, квашеную капусту и вино.